Сегодня мы будем законсервировать огурцы. И опять же я возвращаюсь к тому, что я все делаю по старым рецептам, которые делал мой дедушка. У него были безумно вкусные огурцы. В этом году у нас огурцов нету, мы вообще не сажаем их. Поэтому так получилось, что когда мои поехали ребята за продуктами, там получилось, огурцы продавались по 30 рублей килограмм. Мы первый раз делали малосольные, всем понравились. Они не расквасились, все нормально, поэтому поехали еще раз, купили огурцы. Огурчики хорошие, такие сложно вырастить и так много. Теперь что делаю с этими огурцами? Я их конечно перебрала, помыла и сложила их вот в такую кастрюлю с водой для замачивания. Это делается для чего? Для того, чтобы вот эти огурцы, они же неизвестно откуда привезли, сколько везли и так далее. Они как бы подсохли, уменьшилась влажность огурца. Вот, поэтому их я вот складываю в кастрюлю с водой и даю несколько часов помочить. Это я где-то делала после завтрака, и вот сейчас уже где-то ближе к вечеру. Вот так, чтобы совсем на ночь. На ночь я их не стала оставить. Один раз было, но они вдруг у меня стали портиться. В общем, в принципе, вся вот эта, вся кастрюля пришлось выкидывать. Где-то это получается, сейчас скажу, 10 плюс 4, часов 5-6. Достаточно. Больше, для меня больше нет. Еще маленький нюанс. Я вот в эту водичку добавляю соль. Как я говорила раньше, это и для обеззараживания, и если они наполняются водой, набирают воду, то они набирают уже соленую. По вкусу, вот как вы суп добавляете, соль по вкусу, то есть вот то количество. Я вот просто напробую. Где-то вот на этом, сколько здесь, наверное, литр 3-4, где-то 3 столовые ложки. Такие вот, вот такие вот ложечки соли. Соль, опять же, обыкновенная. Вот сейчас я, прежде чем их разбирать, я буду стерилизовать банки. Банки тоже вот такое вот. В кастрюлю водичку, у меня специально кастрюлька для этого подобрала. Видите, все старые. Еще была цена 1 рубль. Вот ставлю на газ и стерилизую. За это время у меня доченька сходит в огород, наберет мне листики, листики чеснока. Вот стерилизуется у меня баночка. Вот, я приготовила чеснок. Две головки. Лучок. С огорода. С огорода, да. Это у меня дочка освобождала эту самую грядочку. Вот. Укропчик. Вот такой у нас маленький вырос. Душистый перец. Черный перец. Вот такой шикарный. Красивый. Красивый перчик остренький, шикарнейший прямо. И еще лавровый листик. И вот мы взяли в этот раз чеснок. Взяли вот такие вот растущие и листики. Теперь, значит, стерилизованные баночки. Я начну по порядку укладывать все. Пока у меня одна стерилизуется, еще одна. Начнем. Начнем с черного перца. Опять все чисто как по настроению. Можно. Вот штучек 10. Перчиком. Потом кладем душистый перец. Шик 5. Кладем чеснок. Вот опять штучку. Получку. Это листья чеснока. Да. Теперь можно вот этот положить. Чтобы не выкидывать. Дальше кладем укропчик. Две штучки. Если останется, добавлю. И дальше перчик. Вот по одной штучке. Чтобы не очень остро было. Да. Потому что едят детки у нас очень хорошо. Да, дети тоже будут. По одному листочку. Идет, если по два маленьких. Все. Пока у меня дальше достерилизовывается. Я начинаю промывать. Вот эти огурцы. Складывайте. Один на кастрюлю. Вот мы уложили все. Все приправы в баночки. Теперь, пока у нас закипает вода. Под маринад. Мы будем укладывать огурцы. Субтитры делал DimaTorzok Вот мы дополнили банки огурцами. Получилось так, что не хватило на одну баночку. Мы всегда добавляем то, что есть в холодильнике. В этот раз были помидоры. Бывали случаи, что мы перцы клали. Бывали случаи, что мы цветную капусту клали. В общем, все, что есть. В этот раз помидоры. Теперь у нас остался перец. Ну, как его использовать, не знаю. Решили мы его тоже замариновать. Вот у меня баночка стерилизуется. Вот вода уже закипает. Вот. И будем потихонечку укладывать. Так, это я выключу. Вот. Будем укладывать вот этот перчик маринованный. Маринад будет у нас тоже, который для огурцов. Ну, просто без приправ. Наполнили баночку. Вот этим перчиком. Вот такая красота. Вместе с этими штучками. Как в магазинах. Теперь будем стерилизовать баночки. Крышки, вернее. Вот такая крышка от маленького. Я кладу воду, где стерилизовала банки. И буду вот эти крышки. Поскольку они резиновые, я их долго не кипячу. Просто вот. Подержу минуты 3-4 и все. Потому что я не знаю, какая вот эта резинка. Она может вытянуться, может раскрошиться. Поэтому вот так вот опускаю. Сейчас у меня тут маленький огонь. И все. Вот у меня стерилизовались крышечки, лежат в горячей воде. Вот. Теперь будем делать маринад. Расчет у меня такой. В банку где-то приблизительно, в зависимости от наполнения, 3 литров помещается, где-то литр 20, литр 200 или полтора литра. Я беру полтора литра. Значит, на полтора литра воды у меня идет 3 ложки сахара, 3 ложки соли и 4 ложки столового уксуса. Поскольку у меня 2 кастрюльки, я делаю всегда больше маринада. На всякий случай. Вот. В каждом по 4 литра воды. И обыкновенный расчет делаю. Ну, бумажками там сижу, и считываю, чтобы не забыть. И у меня получается, что, значит, на 4 литра, это где-то я добавляю по 8 ложек столовых соли, сахара и 1 столовых ложек уксуса. Приступаем. Перемешаю его для того, чтобы раствориться. Уксуп я никогда не кипячу. Он от температуры разлагается. И, в принципе, уже остается непонятно что. Поэтому мы ждем, когда растворится соль, сахар. Я вам побольше. Теперь 11 ложек уксуса. Начнусь подниматься оттуда пузырики. Я сразу выключаю. Вот у меня готов маринад. Теперь начнем потихонечку. Не сразу все выливаем, а вот беру поварежечку. И тихонечко-тихонечко налила на дно. Еще вторую поварежечку. И на дно. Следующие. Начинает потихоньку пара. И вот так вот по две поварежечки. И наливаю в каждую баночку. И вот так вот все делается по кругу. А иначе могут лопнуть банки. Банки у нас старые. Вот. Еще старенные, как говорится. И могут они, вот от разницы температуры, они могут лопнуть. А так они вот потихонечку. Вот она прогревается. Вот уже здесь горяченькая. Потому что у меня были такие случаи, когда даже последнюю банку вот оставалось, уже все по пределе. И уже выливала вот так вот через кастрюлю. И она у меня лопалась. Такой маленький щелчок, а потом, когда осталось, оставилось стерилизовать, у меня все выливалось. Ну вот мы заполнили все вот эти баночки, в том числе и перчик. Теперь будем... Вот сколько водички осталось. Так, 4 литра. Где-то литр. Вот мы теперь закрыли крышками все. И будем ставить в духовку. Мы стерилизуем баночки в духовке. Ставим мы обычно на 105 градусов где-то. Вот на полчаса. А 3-х литровые банки, они стерилизуются минут 15-20. Ну, плюс с разогревом, где-то ставим на полчаса. У нас как раз помещается туда 4 баночки. Вот прошло 25 минут, что случилось у нас. Теперь будем закрывать. Обычно закрывает мужчина, но поскольку сегодня он приходит очень поздно, мы попытаемся сами. Вот такой старый-старый агрегат. И закатываем. Ну вот. Вот попытаемся. Теперь проверяем. Крышка крутится. Не будет, чуть-чуть крутится. Значит, еще добавляем. Вот так закрываем. И опять. Ну, у мужчины получается локче. Вот так. Все. Крышка не прокручивается. И мы ее ставим. Переворачиваем, мы ставим. Переворачиваем, мы ставим. Ну, девочки, девочки добываем уходим. Вот так. А вот так. Ух. Поехали. Переворачиваем. Ну, уходим. Поехали.